МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, подозреваемые в похищении и убийстве 38-летнего барнаульца Михаила Седова задержаны. Уголовное дело расследует 1-й отдел Следственного комитета по Алтайскому краю. По подозрению в убийстве задержаны двое местных жителей. По ходатайству следствия в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Следователями и сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства, а также мотивы совершенного преступления. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в похищении и убийстве мужчины. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, история с похищением потрясла весь край. По версии следствия, 2 октября около 22 часов в Барнауле в районе гаражно-строительного кооператива по улице Малахова между Михаилом Седовым и подозреваемыми произошел конфликт. Мужчину поместили в багажник его автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Поиски похищенного велись несколько дней. На следующий день была найдена машина пропавшего, и лишь на третьи сутки тела Михаила Седова обнаружили в районе озера Пионерское. К другим темам. Уникальный ленточный бор края продолжают бесконтрольно вырубать. Скандал о рубках в Залесовском заказнике недавно стал темой сюжета одного из федеральных каналов. Но рубят деревья не только там. Тольменский район, Крутихинский. Насколько велик масштаб рубок, пытался выяснить Алексей Грибков и наш корреспондент Илья Кочетков. Салаирский кряж, Залесовский заказник, Черневая тайга. Темные пятна – это хвойная пихта. Эколог Алексей Грибков поясняет, 10 лет назад склоны были намного темнее. До того, как лесозаготовители объявили тайге настоящую войну. Вырезали пихту десятками гектаров. Малоценные породы при этом не трогали. В результате отчетливо читаются проплешины в десятки гектаров. По мнению Грибкова, вырубали то, что должны были охранять. 63 миллиона рублей – таков ущерб, нанесенный заказнику. Это данные правоохранителей. Возможно, тайга здесь уже не восстановится. Начальник управления лесами Михаил Ключников в 2012 году оказался под судом, был оправдан, но с поста ушел по собственному желанию. Теперь в заказнике тихо, но тревожные сигналы приходят из других районов. В Тольменском, по сведениям экологов, вырубаются с новые бары. Отчетливо видны столбы дыма. Наш эксперт уверяет, это явный признак лесосеки. А теперь мы уже в Алиузском заказнике, в Бурлинском ленточном бару. И вновь дым лесосека, а вот уже покинутый лесорубами участок. Нарушения, по словам специалистов, сразу бросаются в глаза. Это 95-й квартал Приганского участкового лесничества, Панкрушихинского лесничества. И здесь, на данном участке, проведена групповыборочная рубка на границе с опушкой. При проведении таких видов рубок они должны отступать как минимум 100 метров от опушки. Здесь никаких 100 метров нет. Рубили самое лучшее, уверяют экологи. Оставили как раз то, что должны были убрать. Если правильно проводить любую выборочную рубку, даже не только санитарную, пусть это будет групповыборочная, добровольно-выборочная рубка, в первую очередь по законодательству вырубаются отставшие в росте, поврежденные, угнетенные, больные деревья и так далее. Но здесь картина обратная явно. Можно посмотреть по пенькам, просто какие деревья вырубались, вот мы их видим, да, и что оставлено на корне. В Алиузском заказнике, поясняет грибков, сконцентрированы исчезающие виды растений и птиц. Да и сами алтайские ленточные бары находятся под охраной ЮНЕСКО. Срезая здоровые деревья, лесорубы, по мнению эколога, просто губят уникальный лес. После рубки вот такие окна образовались. И понятно, что меняется вся среда. Количество солнечного света, солнечной радиации совершенно другое. Влажность почвы меняется в результате этого. Освещенность, соответственно. Поэтому те растения, которые могут жить под пологом леса, они просто исчезают в травянистом ярусе. А среди них есть немасса редких, которые занесены и в Красную книгу Алтайского края, и в Красную книгу России. Совсем рядом гнездо орла-могильника, исчезающего вида, который охраняют во всем мире. Нарушать его покой запрещено законом. У лесорубов на этот счет, похоже, свои планы. Как и в целом на заказник. Его перспективы экологи считывают прямо с самих деревьев. 95, выдел 7. Групповая выборочная рубка 2018 года. Первая делянка. Площадь 11 гектар. Из этой надписи следует, что следующая рубка затронет 11 гектаров леса. Алексей Грибков все нарушения тщательно фиксировал и уже отправил их описание в Министерство природы края. Рассчитывает на оперативную реакцию чиновников. Ведь лесорубы, как мы убедились, трудятся, не покладая рук. Илья Кочетков, Николай Шилко. Наши новости. И сегодня появилась информация, что строительство вертолетной площадки в Барнаульском ленточном бару приостановлено. Как сообщил комсомольской правде Барнаул заместитель председателя краевого правительства Александр Лукьянов, поручение по этому поводу дал Виктор Томенко еще летом. Сейчас специалисты изучают возможные варианты для строительства вертолетной площадки в другом месте. Один из них – район Маховой поляны. «Мы делаем все», – пояснил Лукьянов, чтобы и соблюсти потребности здравоохранения, и сохранить лес. Напомним, для строительства вертолетной площадки в Нагорной части краевой столицы необходимо было вырубить два гектара леса. В связи с этим общественники и депутаты провели несколько пикетов и даже собирали подписи в защиту леса от вырубок. Губернатор края Виктор Томенко вновь подписал документы о новых кадровых назначениях. Теперь уже экс-руководитель управления по туризму Юрий Захаров станет начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу. Управление по развитию туризма и курортной деятельности возглавит Евгений Дешевых, который ранее руководил управлением по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Этим ведомством, в свою очередь, будет руководить бывший заместитель управления по туризму Александр Евстигнеев. В кресло в Рио начальника управления спорта и молодежной политики сядет Юрий Самсоненко. Министром здравоохранения станет Дмитрий Попов. До этого он занимал пост заместителя министра здравоохранения Красноярского края. Вот, к слову, Наталья Белоцкая пробыла в статусе в Рио министра здравоохранения края всего три дня. Продлили жизнь на четверть века. Алтайские кардиохирурги провели вторую в истории края операцию по пересадке сердца. Спустя почти месяц 58-летний мужчина пошел на поправку. Сердце успешно прижилось. Как чувствует себя пациент сегодня и почему подобные операции медики не могут поставить на поток, расскажет Валентина Аскерова. Жить осталось мало. Такой приговор в сентябре Геннадий Геков услышал от кардиохирургов. Из-за двух тяжелейших инфарктов сердце вышло из строя. В краевую клиническую Геннадий поступил в начале сентября с жалобами на сильную одышку, слабость и быструю утомляемость. Мужчину внесли в лист ожидания на трансплантацию. Спустя 12 дней раздался звонок. На другом конце провода заветные слова. Донорское сердце нашлось. В начале жене позвонили. Она мне дала трубку. А что, я уже настраивался, только не думал, что так быстро. Собрал вещи и приехал. Пересадку провели в тот же день. Полтора часа на операционном столе и в груди Геннадия забилось здоровое сердце, к которому пока еще только привыкает. Сегодня мужчина делает первые шаги со своим практически грезным отцом Дмитрием Ананьевым. Именно под его чутким руководством прошла тяжелейшая операция. Все жизненные показатели пациента в норме и через неделю вернется в родную поспельху к своей семье. Это сердце нужно нагружать. Он должен после того, как заживет грудина, позволить себе любую физическую нагрузку. А что с ним делать? Оно достаточно молодое. Оно должно работать. Оно просит нагрузки. Конечно, единственное, что ему нужно постоянно принимать препараты определенные. До шести пересадок сердца в год такую задачу максимум ставили алтайские кардиохирурги после того, как была проведена первая пересадка сердца. Год близится к концу, трансплантации только две. Но это уже большая удача, говорят врачи, так как катастрофически не хватает донорских органов. Сейчас в Алтайском крае в очереди на пересадку сердца пять человек. Бригада врачей и профессионалов готова. Проблема только в донорских органах. Краевая клиническая взаимодействует и обменивается органами с другими сибирскими регионами. Но этого недостаточно. Причем такая ситуация характерна для всей России. Культуру донорства нужно прививать, настаивают врачи. И как бы цинично это ни звучало, с детства объяснять, что погибая, один человек может спасти жизнь четырем другим. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. Жители края больных с заразными формами туберкулеза будут лечить принудительно. Но вот такой закон накануне приняли депутаты АКЗС. Медики дают направление на стационарное лечение. Но часто воспринимается это как пожелание добровольное. И достаточно часто недобросовестные пациенты. Люди же разные сами по себе. Просто-напросто не исполняют и на лечение не являются. Поэтому такое право дано на сегодняшний день прокурору. Сейчас в крае около 5-6 тысяч больных туберкулезом. Большая часть находится на учете. А 10%, рассказал Александр Лазарев, уклоняется от лечения. Зачастую это одни и те же пациенты, нередко освободившиеся из мест лишения свободы. По словам Лазарева, в течение жизни с инфекцией туберкулезной палочки соприкасается каждый, но 90% не заболевает. Главную роль играют хороший иммунитет, полноценное питание, правильный образ жизни и предрасположенность. Причем меньше больных в крае не становится. А вот смертность от туберкулеза в регионе снижается. Владельцы дачных участков порой сами провоцируют взломщиков, оставляя на территории лопаты и грабли. А кто-то и вовсе не закрывает дома на зиму. 300 краш на дачных участках края зарегистрировали правоохранители в этом году. Говорят, это почти в два раза меньше, чем в прошлом. Все благодаря работе участковых. Подробности сдает Ирина Корчагина. А когда последний раз были? В начале сентября? Это оперативная съемка одного из барнаульских садовых товариществ. Потерпевшая дачница больше месяца не приходила на свой участок. Итог. Разбитые стекла, выкрученные замки, украденные вещи. Чаще всего дачными взломщиками становятся бомжи. Наибольшее количество краш зарегистрировало нас в крупных городах Алтайского края. Это, естественно, Барнаул, Бийск, Рубцовск и Первомайский район. На синий и зимний период дачники опрометчиво оставляют в своих домах электроинструменты, бытовую технику, мебель, ковры. Привлекательный для взломщиков черный и цветной металл, продукты питания, грабли, совочки, лопаты. В этом году самое крупное хищение произошло на суммах в 100 тысяч рублей в барнаульском садоводстве «Нектар». Через несколько дней после кражи воришек замучила совесть, и они пришли с повинной. Для кого-то кража телевизора, ну, скажем, этого несчастья. А есть и люди, которые не с большим достатком, даже сам украли тяпки, ложки, ведра. И это тоже для человека является огорчением. Поймать по горячим следам судовых преступников трудно. Как правило, хозяева замечают пропажу спустя пару месяцев, когда возвращаются на участок после зимы. В этом году было задержано 46 человек, половина из них рецидивисты. В ГУМВД напоминают, что защитить себя могут только сами владельцы участков. В конце осени надо вывезти ценные имущества, закрыть на замок дом, баню, хозяйственные постройки. При наличии денежных средств установить сигнализацию или камеру видеонаблюдения. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. Главный автопраздник года готовится отметить все те, кто за рулем. По традиции, это последнее воскресенье октября. День автомобилиста встретит на работе один из самых позитивных водителей маршрутного такси. Именно так Алексея Кузеванова назвали пользователей глобальной сети. Почему, сейчас узнаете. Поедем потихоньку. Именно он смог изменить представление людей о профессии водителя маршрутки. Всего-то за пару месяцев. Стоило лишь на выходе поставить вот эту коробочку конфет. Эти конфеты, это мое отношение ко всем входящим в мой автобус, ну и соответственно к окружающим меня людям. Это позитивный настрой. Этот мой шаг, он не остается без внимания. Очень много я получаю от людей слова благодарности. Это не просто сладости. Это, по мнению Алексея, заряд положительных эмоций. Говорит, логика здесь проста. Если зарядится позитивом один человек, то уже на работе или дома передаст те самые эмоции другим. На такую идею Алексея подтолкнула жена за разговором о конфликтах в транспорте. Результат получился весьма неожиданным. Я скажу больше, с появлением этой корзинки конфликтных ситуаций в принципе не стало. Вот такой вот вопрос, вот такой результат. Очень хороший результат, я довольный. Довольны оказались и сами пассажиры. Некоторые теперь специально подстраивают свой график, чтобы попасть в самый позитивный экспресс с номером 41. Конфеты лишь повод. Постоянно езжу на автобусах, у него за ассортиментом конфет следит доченька. Егошная доченька обязательно к мете, она прибегает к папе и постоянно смотрит, следит. Дочь его, да? Конфеты берете? Ну, нет, например. Ну, изредка да. Получается? Да. Вкусно? Очень. День автомобилиста Алексея встретит за рулем. Так же, как и всегда, отработает 14-часовую смену, а после с коллегами выпить чая с тортом и, конечно же, конфетами. На окно. Все. Спасибо. Пожалуйста, еще приходи. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Фиталакс – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. «Фиталакс» от «Эвалар» – выбор миллионов покупателей. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На всей территории края ясное тепло. В Бийске до 10 тепла, в Белокурихе – 14, в Рубцовске – 15 со знаком «плюс», в Барнауле – ясно, юго-восточный умеренный ветер. В ночное время – минус один, днем до 12 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. У меня на этом все новости. До встречи. Продолжение следует...